Здравствуйте, это Украина ФТВ, мы продолжаем наши эфиры. С нами на связи Сергей Бережной, которого мы очень рады видеть. Сергей, здравствуйте, спасибо огромное, что нашли для нас во время. Сергей, я бы хотела начать наш сегодня с вами разговор об этой информационной истории, которая разворачивается вокруг информации о том, что Путин умер. И мы же прекрасно понимаем, поправьте меня, если я ошибаюсь, что если что-то происходит, или если звезды зажигают, то кому-то это нужно. И в этом смысле этот процесс продолжается. Он обрастает новыми подробностями, его широко обсуждают. Вот официальные лица российские комментируют приблизительно в таком формате, что да нет, там Путин жив, да. И когда Песков выходит и говорит, что вот все это неправда, и Путин жив, то тогда думаешь, чем черт не шутит, да. Вот нет же дыма без огня, и дальше там по тексту. Вы можете найти такие же пословицы, наверное, больше, чем я, да. С другой стороны, там народ пустился анализировать, сколько раз там тот же Патрушев там в эфире появляется, да, и уже чуть ли не больше Путина, вообще какое-то неподобство, да. Вот, а еще больше народ обсуждает вот это вот выступление Патрушева, где он там панигири к Путину возводит, и о нем как-то так странно выражается, что когда он пришел в классе, что он верил в народ, и сразу все подумали, что может он уже как этот некролог там читает. Ну, в общем, что только не творится сейчас, но, как мне кажется, просто так вынести это за скобки было бы неправильно. Поправьте меня, если это не так. Это действительно может быть и какая-то информационная спецоперация, но с той же вероятностью это может быть так называемый артефакт информационной среды. А это что такое? Вот информационная операция понятна, а вот артефакт информационной среды непонятна. Что такое артефакт? Идет какое-то активное обсуждение любой темы абсолютно. Эта тема связана с ожиданиями в обществе, которые наколены, которые какие-то опасения, какие-то страхи, какие-то надежды. Чем сильнее страхи, надежды, противоположные эмоции с ними связаны, и тем больше вероятность того, что произойдет вброс, не вброс, а такое самозарождение информации, связанной с этими надеждами или страхами. Для большинства россиян смерть Путина – это страх. Для нас это надежда. И у них это связано с сильными эмоциями, и у нас тоже. Поэтому если кто-то неосторожно что-то сказал, то аудитория воспринимает это как то, что или страхи сбылись, или надежды. И начинает это уже подавать не как чью-то там оговорку, неосторожное высказывание, ошибку разговорную, речевую, или вообще просто что-то неправильно понятое, а как то, что вот у нас есть источник, который уже сообщил об этом. И появляются после этого действительно источники, которые об этом сообщают, вот вроде профессора Соловья, которые подтверждают это какими-то сторонними обстоятельствами, ссылками на собственные другие источники и так далее. То есть это информационный артефакт, он закрепляется таким образом в информационной среде. Бороться с этим почти невозможно. И если бы кто-то даже и хотел, а я думаю, что в России никто особенно не хочет с этим бороться, им просто достаточно это все опровергать. Потому что это ни на что не влияет. Для них это ни на что не влияет, существование таких артефактов. Они есть всегда. Плоская земля — это информационный артефакт. То, что американцы не были на Луне, — это информационный артефакт. Российская пропаганда вся — это информационный артефакт, потому что она базируется на чьих-то заказах, на чьих-то идиотских представлениях о том, как существует мир, общество и так далее. И смерть Путина совершенно в этом же ряду. Это может быть просто информационный артефакт, который подхватили в России, потому что они этого боятся. А мы подхватили... Мы не подхватили, я не подхватил. Но у нас подхватили, потому что на него очень надеются и рассчитывают. Вот, кстати, эта надежда, она, конечно, очень понятна, но, по-моему, она бессмысленна, потому что даже если это существо действительно откинет копыта, то для нас не слишком много что изменится. По крайней мере, по моим основным представлениям о том, как работает авторитарный режим, есть два полярных варианта. Если авторитарный режим полностью персоналистический, у Путина в значительной степени персоналистический, но все-таки не полностью, то вместе с диктатором этот режим заканчивается. Приходит на его смену что-то новое, может быть, какое-то политбюро, может быть, новый персоналистический режим. Но для нас это не означает, что нам станет проще, легче, что война закончится. Совершенно нет. Новый режим, он будет точно так же все продолжать. И второй вариант – это когда режим более-менее институциализированный, не зависит от конкретного человека. Точнее, зависит, но не так сильно, как нам бы хотелось, чтобы он зависел от Путина, от его жизни и благополучия. Тогда один оператор умер, второй оператор сел на его место, а машина продолжает работать. Для нас это тоже не особо облегчает ситуацию. Ну, а если он действительно умер, и действительно режим совсем персоналистический, то в интересах системы как можно дольше сохранять впечатление, что клиент жив, пациент скорее жив, чем мертв, как было у графа Алексея Николаевича Толстого в «Буратино». и мы вполне можем очень долго еще не узнать, что там на самом деле происходит. Может, он действительно в холодильнике уже давно. Но, опять же, для наших стратегий это не будет иметь какого-то принципиального значения. Давайте оттолкнемся от вот этой фразы «информационные артефакты» или «информационная операция». Вот просто, ну, интересный очень контекст, да? Ведь приближаются президентские выборы. Вот очень интересно, как вы думаете, как это в России работает? Просто очень интересно. Потому что мне приходилось очень много читать разных взглядов, но из тех, которые интересны, хотела бы с вами обсудить, это то, что ведь в России всегда знают, что Путин, он давно уже правит. И, кстати, социологические опросы, которые там проводят, да, официальные, что сколько бы они хотели, чтобы лидеру было. Ну, они пишут, что меньше 70 отвечают большинство людей искренне, да? То есть здесь уже как бы вопрос. И тут вдруг на вот эту вот благодатную почву вдруг падает вот такая информация, что и она, может быть, официально нигде не произносится. Но если она не произносится, то еще хуже, когда она передается, как сарафанное радио, да? Ты слышала, ты знаешь, а вот, а может таки, да, все-таки. И вот очень интересно, что это все происходит вот в момент фактически начала президентской какой-то кампании. Вот считаете ли вы, что это способно вот каким-то образом повлиять на, ну, я не знаю, на россиян по-разному? Потому что ведь это тоже интересный момент, да? А вдруг царь, не настоящий-то? Это же классика жанра, извините. И тут еще один момент. Еще один момент, позвольте, я сразу вспомнила, да, извините, перебила. Ведь все-таки, смотрите, Государственная Дума принимает решение, принимает закон, да, голосует за него об отсрочке президентских выборов в случае ведения военного положения. Это раз. И второй интересный момент, что поговаривают о том, многие сейчас, и Медуза об этом многократно писала, из своих источников в Кремле, что будут делать акцент не на войне, то есть войну России против Украины вообще вынесут за скобки, а только о положительных эмоциях, что Запад там загинается, что островок стабильности Россия, и что вообще там потом какую-то подвяжут лотерею, там куча счастливых россиян будут выигрывать, бог знает что, публично. То есть какой-то такой положительный образ чего-то будет создаваться. А это говорит, наверное, о том, что война – это проблема все-таки для них, да? И тут куча-куча всяких каких-то нюансов, связанных и с этой избирательной кампанией, с этим информационным артефактом или информационной операцией. Как-то вот оно все тут завязано, не знаю, или все это надо разложить. Там что-то мухи отдельно, котлеты отдельно, что-то еще. Ну, прежде всего, я бы не стал употреблять в отношении России слова «предвыборная кампания» и «выборы». Потому что это, конечно, абсолютно не те механизмы, которые подразумеваются обычно за этими терминами. Там речь идет о том, что нужно релегитимизировать Путина, снова его утвердить в той должности, в которой он существует. Эта должность называется уже давно, кстати, не президент России, а Владимир Владимирович Путин. И поэтому, ну как, утвердить это все, естественно, не с помощью выборов, а с помощью политической рекламной кампании, которая может вестись самыми разными способами, самыми разными вбросами, самыми разными эмоциональными акцентами, с использованием тех же самых информационных артефактов, они, кстати, очень хорошо это умеют делать. Даже если информационная бомба порождена не ими, то взорвать ее они все равно могут. Ну и для хорошего специалиста, для хорошего стратега, любая подача – это повод для того, чтобы использовать их в своих стратегиях. Если им нужно продвинуть Путина, и вдруг возникает такой информационный артефакт или информационный вброс, что Путин умер, то это ж какие положительные эмоции будут, когда выяснится, что он не умер. Это само по себе очень такая удобная подача, которая отбивается элементарно. Владимир Владимирович выходит на подиум, раскланивается, прыгает, допустим, в зал, его некоторое время носят на руках, потом заносят обратно, роняют в оркестровую яму, он оттуда вылезает, все смеются. Куча положительных эмоций. Подождите, а можно ли доказать, что Путин не умер вообще хоть как-то? Всегда же можно сказать, так это же двойник. Ну, конечно, может быть и двойник, а может быть и умер, а может быть и умер двойник. А настоящий, не знаю. Помните, был такой очень дурацкий, но очень точный фильм у Саши Барона Коэна, «Диктатор» или «Великий диктатор» он еще назывался. Там как раз тема с двойником была очень смешно обыграна в самом начале, когда двойник диктатора получает пулю в голову, а потом настоящий диктатор над ним так горюет. Ну, а как доказать? Во-первых, как? Во-вторых, а зачем? Если Путин – это информационный объект политической жизни России, Украины, мира, он существует как информационный объект, а для информационного объекта смерти это состояние не только обратимое, а как бы даже, может быть, вполне желательное, потому что после смерти он уже перестает быть связан с чем-то вещественным, и его нельзя, например, облить краской, его нельзя там опорочить как-то, он уже все, он уже чисто информационный объект, его даже отмывать не надо, к нему ничего не может прилипнуть, он не физическое существо. Вот в одном из старых «Стартреков» была, кстати, такая серия, когда на какой-то фашистской планете нацистский режим со всеми атрибутами нацизма, и там диктатор уже давным-давно умер, а вместо него просто его запись на телевидении. Это 60-е годы еще, еще тогда предвидели такие варианты. А уж как это потом использовали, и в «Фантастике», и во всяких там на телевидении, и как угодно. Пелевин об этом очень много писал, о том, что вся власть – это, в общем-то, информационный конструкт. Ну, власть почитала в России, почитала и, может быть, решила, что почему бы, собственно говоря, не взять это на вооружение, как они взяли на вооружение кучу других вещей. Там у Войновича Москва-2042, то, что сейчас в Москве происходит, это, конечно, еще не 42, но уже вполне себе 23. А это что там в Москве происходит? Давайте к этому потом вернемся, это интересно. Давайте. Вот. Так что я не думаю даже, что имеет смысл доказывать. Докажут медики, доказывает свидетельство о смерти, если оно выписано какими-то респектабельными специалистами. Есть в России специалисты, которые для нас респектабельны? Наверное, же нет. Вся кремлевская обслуга – это верить их документам, это все равно, что верить, я не знаю, Соловьеву или кому-то еще. Это все, абсолютно все построено на фейках, и доверять никакой информации оттуда нельзя. Они что, пригласят фиксировать смерть Владимира Владимировича кого-то с запада, из светил? Да не будут они этого делать, им вполне достаточно своей фейковой или не фейковой бумажки. А фейковая она или не фейковая, мы так, в общем, и не узнаем, потому что, ну, мы обречены воспринимать это опосредованно. Опять же, через, ну, не знаю, экспертизу профессора Соловья, наверное. Больше никак. Как доказать? И зачем, главное? Зачем доказывать? Хочется быть уверенным? Да, хочется быть уверенным, это правда. Вы сказали, что в Москве там что-то происходит. Вот интересно, а что там в Москве? Ну, я скорее имел в виду общую тенденцию. Там соединение церкви и госбезопасности, как было у Войновича в романе. Сращивание. У него там была... Сейчас я вспомню. Кажется, КГБСС, Комитет государственной безопасности Советского Союза или что-то в таком духе. У него там было госуцеркство, церковь, сроченная с государством. У него там был отец Звездоний во главе этой церковной части, который полностью поддерживал диктатуру там установившуюся и т.п. Это все очень похоже и очень смешно, учитывая, что это было написано в 80-х годах прошлого века. То есть это была сатира на Советский Союз и у меня иногда складывается впечатление, что нынешняя Россия, она берет такие сатиры и просто реализует их в своей реальности. Ей почему-то кажется, что это работает. Не знаю. У меня очень странные от этого ощущения. А может быть, Войнович просто поймал такой... Сейчас, извините. Поймал тенденцию, которая абсолютно оправдывается нынешней российской действительностью. Он просто не предсказал, а уловил то, во что это может развиться. И оно именно в это и развилось. Ну, вот так. Но совпадение все-таки поразительное. Когда в начале нулевых появился в России такой профессор Петрик, который один в один, не столько внешне, сколько по проявлениям, по выступлениям, по звучанию, по уровню идей, по уровню демагогии, был похож на профессора Выбегала из понедельника, начинается в субботу с Тругацких. Это такой профессор Жулик, которого Стругацкие списали с какой-то степени с Трофимом Денисовичем Лысенко и еще кое-каких своих знакомых и придали ему резко сатирические черты. Так вот, этот Петрик, он копировал Выбегала. У меня было иногда такое впечатление, что сознательно. То есть он копировал сатирического персонажа. Или вспомните вот эту расхожую фразу, которая появилась, по-моему, тоже в нулевые, Вы ошиблись. Оруэлл писал антиутопию, а не инструкцию. Да, это хорошо. Помните, да? Да. Ну так вот, для них похоже, что это все-таки работает как инструкция. Или, опять же, это нам так удобно рассматривать, что они взяли там и идут по пункт за пунктом, реализуют все эти ужасы. А на самом деле, и Оруэлл, и Войнович, и Стругацкие, они просто четко видели, к чему все может прийти. И они этого очень опасались, и это все описывали. Описывали свои страхи. Но их страхи реализовались, да. Теперь так. Ну, а теперь я хочу перейти к совсем другой теме. Вот прям совсем-совсем другой, да. Дело вот в чем. За эти выходные появилось две важных статьи. Первая статья бывшего командующего войсками НАТО в Европе Джеймса Ставридиса. Он считает, если позволите, я немножко для наших зрителей процитирую, что же он говорит, да. Он считает, что Украине стоит пойти по корейскому сценарию завершения войны с Россией, начать переговоры о заключении договора «Земля за мир». Об этом он написал в авторской статье для Блумберг. И он отмечает, что Южная Корея после окончания вот этой войны, которая, ну, она не завершилась, но фактически была остановлена, да, стала десятой по величине экономикой мира. И он три урока называет для Украины. которые Украина могла бы использовать. Первый урок это давить на Запад, чтобы получить серьезную помощь в восстановлении и здесь забрать деньги России замороженные. Вторым важным уроком получение железных гарантий, а на самом деле в данном случае это прямо членство в НАТО, что называется здесь и сейчас. Более того, он не видит проблемы в том, чтобы Украина могла стать членом НАТО, даже если все ее территории не будут деоккупированы. Третий и последний урок это необходимость смириться, по крайней мере, на некоторое время с российской оккупацией Юго-Востока. И вот вывод у него такой, что в некотором смысле все будут ненавидеть такой результат, но помните, что российский президент Путин тоже будет ненавидеть такой результат. Это будет означать, что он полностью провалил свою цель покорить Украину. Вот это как бы такая история. С другой стороны, Андерс Расмуссон, бывший генерал-секретарь НАТО, сейчас он возглавляет комиссию Ермак Расмуссон, она занималась вначале санкциями, сейчас она занимается вопросами гарантии безопасности для Украины в том числе. Вот он сказал такую интересную мысль о том, что НАТО стоит принять Украину в свои ряды без оккупированных Россией территорий, но не для замораживания конфликта, а чтобы показать Кремлю, что война не остановит сближение Украины с Западом. И такие слова он сказал Гардиан. И вот как бы здесь интересный момент. Да, и чтобы вступление Украины в НАТО сейчас не привело к прямой войне блока с Россией, Расмуссон предлагает исключить соглашение о вступлении в альянс тех территорий, которые сейчас контролирует Россия. Ну вот я намеренно чуть дольше читала все эти этот вопрос, чтобы наши зрители тоже понимали контекст, о чем процитировала. Ну вот теперь, если позволите, Сергей, давайте поговорим об этом, как бы вы это прокомментировали. Вот появившиеся вот такие статьи, причем, ну собственно говоря, очень-очень плотно появившиеся, да? У меня очень двойственный подход к обеим этим статьям. Во-первых, Ставридис, он все-таки военный, так? Конечно, конечно. И он писал эту статью как военный. Ему был интересен скорее военный результат, чем политический. Поэтому какими-то политическими обстоятельствами он, как военный человек, склонен пожертвовать как чем-то не особо принципиально важным. что он и делает? Он предлагает пожертвовать политическими соображениями в пользу достижения какой-то военной цели. Военная цель это в данном случае такая очень своеобразная победа над Россией, когда все понимают, что это победа, но Россия капитуляцию не подписывает. Нет с моей точки зрения сценариев, которые включая, если включить политическую составляющую, дают возможность этот сценарий реализовать хоть сколько ни будет устойчиво. Украина не сможет вступить в НАТО в такой ситуации, потому что то, что начнется в Украине, если вдруг власть такое решение попытается озвучить, оно не будет способствовать европейской интеграции. Совсем не будет способствовать, потому что это будет даже не Майдан. это будет нечто гораздо более вооруженное, я бы сказал, в нынешних обстоятельствах. Что касается Расмусона, статьи Расмусона, то там авторская ситуация противоположная. Расмусон политик, он не военный. Несмотря на то, что там бывший генеральный секретарь НАТО и так далее, но обратите внимание, что генеральный секретарь НАТО это не военные, это администраторы. И бывшие политики, как правило, европейские или не европейские, но именно политики. Ну вот посмотрите на Столтенберга. Военного в нем ровно ноль. Одно название, что генеральный секретарь оборонного блока. Но он администратор. Хуже того, он, по-моему, не столько даже администратор, сколько такой экран для озвучивания концепций. Причем, скорее всего, не его. Он, конечно, их разделяет и понимает, но наблюдая за тем, как меняется его подход, как он подхватывает из информационной среды популярные какие-то выражения, которые позволяют его и блока НАТО точку зрения и подход проиллюстрировать, мне кажется, что он очень зависим и от своего материала, и от своего окружения, и от всего остального. И, в общем, это скорее действительно просто такой рупорт для озвучивания каких-то позиций. То есть он даже не администратор, потому что администратор это менеджер. Расмуссен, я плохо его помню как генерального секретаря НАТО, у меня от него хорошее впечатление, как от такого публициста, я читал его некоторые статьи, кое-что даже переводил, но в данном случае он как раз теряет военную сторону, потому что если Ставридис потерял сторону политическую, то Расмуссен потерял сторону военную. Есть политический вариант, но военного сценария, который позволяет его реализовать, нет. Ну как вы сделаете, как вы оформите те территории, которые пока, те территории Украины, которые пока считаются не вступившими в НАТО, если линия фронта постоянно движется? Пусть она движется медленно, но все равно движется. Как вы это оформите? Завтра мы возьмем остатки Хиршинской области, вернем, деоккупируем, и они будут по-прежнему не в НАТО или как-то еще. Это не смешно. Совершенно не смешно. Мне кажется, это... Означает ли это заморозку, Сергей? Это очень важно. Я просто хочу вот сейчас вас тут перебить, потому что вы сейчас сказали очень важный момент. Это очень важный, что вы сказали. Вы сказали, как это можно зафиксировать, если линия движется? То есть если... А для того, чтобы зафиксировать, нужно линию остановить. Означает ли вот в этих... Нет, я не говорил, что нужно остановить. Нет, не вы говорили. Не вы говорили. А вот они, раз они говорят, что нужно остановить... Вот они как-то себе представляют, что это зафиксировано. То есть они представляют, что можно с Путиным договориться, что сейчас мы вот тут останавливаемся, вот тут вбиваем колышки и больше пули не летают ни в ту, ни в другую сторону. С ним нельзя об этом договориться. Не потому, что мы не хотим или он не хочет, а потому, что это физически невозможно. Он недоговороспособен. Нельзя договариваться о чем-то с человеком, на подпись которого невозможно положиться, который отзывает о ратификации соглашения о ядерных вооружениях, например. Это что, ответственный подход? И вы думаете, что если он с ядерным вооружением позволяет себе, обращаться вот так сегодня, здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали, а теперь я просто беру это все, все вы должны все это соблюдать, а я не буду, потому что я не хочу, а вы соблюдайте, потому что договор подписан. Вы думаете, он будет соблюдать какие-то более мелкие с его точки зрения соглашения, например, не стрелять? Это, по-моему, это просто плохое, неправильное представление о ситуации, или Расмуссен выдает желаемое за действительное. В его концепции Путин выглядит как политик, с которым можно разговаривать, и который, в общем, через дипломатию можно чего-то добиться. Но Путин не политик, Путин террорист. У него все методы террористические. Что нужно террористу, который взял заложников, чтобы выполнили его требования? Без этого он заложников не отпустит. То же самое с Хамасом, кстати. Без этого заложники не будут свободны, он ничего не освободит. А когда его требования выпустят, а кто сказал, что он их выпустит, этих заложников, даже если его требования будут выполнены? Он выдвинет новые требования. Собственно, он так всегда и поступал. Вспомните, как это было раньше. Каждый раз, когда ему делали уступки, он выдвигал совершенно новые требования. А теперь давайте это. А теперь давайте то. А теперь снимите санкции. А теперь давайте я еще чего-нибудь придумаю, возьму еще десяток заложников, и мы будем с вами торговаться уже на новом уровне, потому что прежний вы мне уже сдали. Спасибо, нет. Я, например, не собираюсь идти на такие сценарии. И я уверен совершенно, что и Зеленский тоже на них не пойдет. А то, что сейчас вбрасывается, я отношу все-таки на состояние умов на Западе. Состояние умов, понимаете, как это ни печально, это последствия очень долгого мирного демократического развития Европы и вообще Запада, когда серьезной угрозы нет, когда можно все абсолютно бросить на какие-то мирные развития, на мирное администрирование, на что-то еще, когда даже военный блок превращается в бюрократическую структуру, в чисто бюрократическую, я подчеркиваю. Там уже очень мало военной составляющей. Все, что мы знаем о НАТО, это то, что там огромный управленческий аппарат. Ну, это не все, конечно. У них есть еще войска, у них есть все остальное. Но мы взаимодействуем не с ними. Мы взаимодействуем с огромным управленческим аппаратом. И этот управленческий аппарат действует до сих пор, хотя война уже идет очень давно, с 2014 года. Если вспомнить еще раньше, то и с 2008 года. А если вспомнить Приднестровье, то и с начала 90-х. Так вот, этот управленческий аппарат действует по сценариям мирного времени, когда работает дипломатия, а не пушки. Они до сих пор рассчитывают на то, что можно будет чего-то добиться дипломатии. Но в войне такого не бывает. Вспомните все их основные вот эти посылы. Давайте договариваться. Давайте договариваться. Рано или поздно говорят, они придется договариваться. Они страшно боятся, что не придется, потому что ничего другого они не умеют. Они дипломаты и администраторы. Они не военные. Ничего другого мы и не услышим от этих людей. Меня удивляет Ставридис, который как военный человек, попадает в эту же самую струю. Но, может быть, его заразило все это дело. Военные же тоже очень долго, в мирное время. Нет какого-то сильного противника, с которым можно всерьез помериться силами. Потому что операции в Ираке, это не всерьез помериться силами, хотя она была очень масштабная. Операция в Сербии тоже. Там не было противодействия практически. И тут вдруг полноценная война. Бюрократия не очень понимает, как это. Для нее это чуждо. И она пытается все уложить в свои рамки. И у нее не получается. Что мы в очередной раз и видим. Сергей, давайте продолжим эту тему, которую вы сейчас начали. Потому что она, кажется, мне очень важной. Сегодня Вашингтон-Пост написал редакционную статью. И, если позволите, пару абзацев из нее я процитирую. Мне кажется, она важная. Вначале они вспоминают статью генерала Залужного в The Economist. Затем они вспоминают статью The Time. Вот Time, которая по поводу Зеленского была написана. И они говорят о том, что многие говорят о том, что Тубик. И все. Сейчас цитируют это все. И что же они говорят? В военном отношении еще не все потеряно. То есть они как бы так считают. Украина открыла коридор для транспортировки зерна, теснив российские военно-морские силы ракетными ударами и ударными беспилотниками. В наземных боях украинские войска наносят огромный урон российской бронетехнике и личному составу. В боях за город Авдеевка в прошлом месяце потери российских войск за один день составили 900 человек. Затем они пишут еще одну интересную фразу. Украина справедливо опасается. Повторюсь, справедливо произносится слово. Опасается, что ей дали достаточно, чтобы выжить, но недостаточно, чтобы победить. Ставь не очень-то большая. И заканчивается она вот таким вот выводом. В конце концов, Украина может столкнуться с реальностью, что ей придется вести переговоры с российским противником, готовым бесконечно жертвовать деньгами и жизнями на поле боя. Эта точка еще не достигнута. Но Запад должен предоставить Украине рычаги влияния, чтобы она могла заключить максимально выгодную сделку, если придет время. А это означает сохранение шансов Украины на выживание и развитие в качестве процветающей европейской демократии, а не вассала Кремля. Ну вот третья статья тоже плюс-минус из этого же раздела. Так или иначе, не знаю, отнесете ли вы ее к прежнему или нет. Просто давайте немножко о состояниях ума, потому что должны быть все равно какие-то сценарии на Западе, как они это видят. И пока вот из озвученных я вижу только этот. Какой-то другой альтернативный сценарий. Ведь это же не первый, кто там Расмуссен говорит, да, и Ставриис не первый. А до этого же был Киссинджер, помните, да, об этом говорил. То есть это какая-то линия, она, допустим, сквозит. Ее уже можно уцепиться за нее, понять ее, идентифицировать. Это как бы один. А если еще какой-то другой сценарий, я его пока не вижу. Возможно, вы его видите. Вот как на Западе видят вот то, что происходит. И важно ли это, что скоро будет встреча Байдена и Си, вот 15-го числа. И считаете ли вы, что это как-то в общем контексте может тоже иметь какое-то большое влияние? Это вот и о состояниях ума, и о том, что возможно добиться дипломатии, как вы говорили, чего невозможно добиться дипломатии. Дело в том, что, мне кажется, по крайней мере по цитате так выглядит, я саму статью не читал, но по цитате так выглядит, что они тоже неправильно поняли, о каком тупике написал заложник. Он не написал о тупике, который является проигрышным. Он написал о том, что исчерпаны возможности для конкретной стратегии. И он прямым текстом написал, что нужно менять стратегию для того, чтобы двигаться дальше. Ах, вскричали все журналисты и публицисты и некоторая часть политического бомонда. Тупик, тупик, мы говорили про тупик. И вот он. Я, возможно, тоже написал про тупик. Мы были правы, все пропало, теперь нужно договариваться. Звучит иначе, звучит, но если уже сам заложник сказал об этом. Вот это же так звучит, понимаете? Заложник не сказал, что гипс снимают клиенту из ЖЭ. Он сказал, что ищем, и я, кстати, уверен, что найдем, альтернативный сценарий, альтернативную стратегию, которая не будет настолько зависима от западных поставок, который будет учитывать то обстоятельство, что обещание Запада – это все-таки обещание, и на фронт их не пошлешь. Пошлешь танки. То есть исходить надо не из того, что будет, не из того, что Европа будет с нами так долго, как это понадобится, а из конкретных уже ресурсов, которые есть. То есть, опять же, опираемся на то, что собой представляем мы, плюс та помощь, которая у нас уже есть. Все остальное гипотетически. Это нормальное, это обычное, это рядовая совершенно для стратега модель поведения. Никто не строит стратегии, исходя из того, что завтра случится чудо, и нам дадут все. Никто реальные стратегии на этом не строит. Надо добиваться того, чтобы дали как можно больше. Но пользоваться можно только тем, что есть на самом деле. Вот и все. Об этом Залужный написал. Новые пути ищутся, новые направления открываются. С этим все в порядке. Фронт не стоит. Не стоит. И Россия фронт не останавливала. Вы же видите, какие идут атаки постоянно. Вот сейчас подбахнут. Авдеевка. Все остальное. И мы не стоим. То, что происходит, если не на запорожском направлении, то на херсонском. Никакого замирания нет. Продолжаются наступления. Продолжаются боевые действия. Продолжаются столкновения. Опять же, почему возникают предположения о том, что все-таки договориться посредине? Ну, во-первых, я уже сказал, что у либеральной демократии других способов нет. У сильной либеральной демократии, которая давно существует без врага, у нее нет привычки побеждать. У нее есть привычка щелкнуть по носу взорвавшегося хама и попытаться с ним договориться, купить его в конце концов. Но с Путиным это не получится. Вот почему их сценарий не срабатывает? Они по-прежнему его воспринимают как политика. Путина. Путина. Это глубокий просчет, с моей точки зрения. Вот глубокий просчет западного истеблишмента. Его нельзя воспринимать как политика. Путин – это тот же самый Хамас, который готов жертвовать населением газы, готов жертвовать населением Москвы, готов жертвовать населением чего угодно. Потому что тем более готов жертвовать населением Украины. Для того, чтобы получить чемодан денег и самолет до Рио-де-Жанейро. Безопасный пролет. Но это я преувеличиваю, конечно. На самом деле у него гораздо больше требований, если помните. НАТО долой на границе там Мохнатого года. Россия в границах 1917-го Российской империи. И все остальное. Но это тот же самый чемодан денег, только очень сильно раздутый. Вот у него такой раздутый чемодан. И он в него вцепился. Он считает, что это уже его. И что у него, поскольку это до сих пор он не полностью контролирует, это не значит, что это не его. Это значит просто, что у него это сейчас отобрали, но он сейчас это все вернет. Это нормальный криминальный такой, я хотел сказать, босс, но на самом деле босенок. Босенок он. Он психологически очень мелкий жулик, который дорвался до очень большой власти. Это вот такое художественное представление, может быть оно будет более наглядно. Но Запад, Запад по-прежнему воспринимает его как крупного политического игрока, а не как крупного бандита. Сбылась мечта Дона Корлеоны, младшего. Следующее поколение пошло в Сенат, Конгресс и в президенты семьи Корлеоны. У Путина, вот первое же поколение, которое прошло и через уличные банды, и через что-то еще, все, оно теперь захватило целую страну. Прекрасно. Но это не делает его политиком. Совершенно. Считаете ли вы, что встреча Байдена с Синь Цзинь Пинем что-то поменяет на самом деле? Это же важная встреча. Она может быть как для нас и положительной, и так, честно говоря, и такой на грани, я бы так сказала. Спасибо, что напомнили. Я забыл про этот вопрос. Я считаю, что очень много будет зависеть от того, насколько Синь Цзинь Пинь сейчас вменяем. У меня возникло впечатление по его выступлению, по крайней мере, по изложению его выступления в официальных китайских медиа на форуме «Один форум, один путь», что он уже так хорошенечко у него крыша поехала от всевластия, от бесконтрольности и так далее. Заматерел? Заматерел с точки зрения… Да, такой вот задиктатурился, забронзовел. Ну, и культ личности, конечно, попер. Но там речь была посвящена тому, как Китай должен переустроить мир под себя и тому, какой огромный вклад уже в это дело внес сам товарищ Синь. Это нормально? Вот с нашей точки зрения. С их точки зрения нормально, окей. С нашей точки зрения это нормально? Он адекватен? По-моему, не очень. Он это озвучивает. Ему уже аплодируют. Не только в Китае. Ему аплодирует Орбан, ему аплодирует Путин, ему аплодирует там… Конечно, Индия не аплодирует, но она там была. Хотя они с Китаем на ножах, и у них война, если помните. Так вот, если товарищ Си, товарищ Байдену, начнет излагать такие концепции, то это будет мало чем отличаться от требований Путина к НАТО убираться на границе мохнатого года. Я думаю, что в этом случае ничего не произойдет. Но это если он действительно потерял адекватность. Если он сохраняет политическую адекватность, а это положительный сценарий такой, то да, они могут договориться на какие-то взаимные уступки, пойти. Китай, как известно, он такой очень долгоживущий, в отличие от авторитарных режимов, если он, тут уже много зависит, долгоживущий, долгождущий, способен на длительные стратегии. Не просто на десятилетия, а на столетия. И тут уже зависит от того, насколько он скатится в авторитаризм. Авторитарные стратегии очень длинными не бывают. Это противоречие. То есть Китай должен победить авторитаризм для того, чтобы его долговременные стратегии могли быть реализованы. Если это получится, окей, все будет хорошо для Китая. Если это не получится, то Китай вернется к тому убогому состоянию, в котором он пребывал большую часть 20 века. Когда вы говорите, что авторитарные стратегии долговременными не бывают, о каком сроке идет речь? Потому что для Китая же срок, это же как бы что там, тысяча лет, это разве срок? Ну, считается, что да. Для Китая не срок. Но для товарища Томао какие стратегии были долговременными? Вот он 30 лет. 30 лет, да? Уж забыл. На 30 лет его стратегии хватило, а потом все перевернулось с головы на ноги, а потом вот сейчас опять товарищ Си опять все ставит на голову. Ну вот. 30-летние периоды в Китае сейчас. Будем так считать. Примерно. Примерно так. Сергей, спасибо огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Очень вам за это благодарны. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Всего доброго. Сергей Бережной был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно признательны. Конечно, благодарны вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь. estado کی他们 страшно. Nous takes care, Alca judgment. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. Hurry loves global сейчас.